В Казанском федеральном университете стартовала 23-я международная конференция по химической термодинамике в России. Более 250 ученых из разных стран собрались на площадке культурно-спортивного комплекса «Уникс», чтобы обсудить самые передовые научные разработки в области физической химии. Казанский университет является ведущим центром России в области химической термодинамики, однако конференцию, посвященную этому направлению, принимает впервые. Большое внимание в институте уделяется работе с талантливой молодежью. Под руководством Соломонова Бориса Николаевича создана уникальная система подготовки кадров по цепочке школьник, студент, аспирант, научный сотрудник. Мы очень надеемся и просим руководства института провести презентации и экскурсии по нашим разработкам, лабораториям, центрам превосходства, чтобы гости могли ознакомиться с наиболее интересными решениями. Международная конференция по химической термодинамике проводится с 1961 года. Раннее мероприятие проводилось на базе ведущих университетов Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Конференция была запланирована еще на 2021 год, однако из-за неблагоприятных эпидемиологических условий ее пришлось перенести на 2022. В программу пленарных сессий вошли выступления не только российских, но и зарубежных ученых. Так, в первый день конференции на сцене КСК КФУ «Уникс» о своих исследованиях в области химической термодинамики рассказали представители ведущих университетов Италии и Соединенных Штатов Америки. Когда строятся крупные заводы, технологические цепочки, сначала делаются расчеты. Там, скажем, материальный баланс, тепловой баланс, и тут без термодинамики не обойтись. Когда мы хотим понять, какая молекула будет обладать какими-то уникальными свойствами, нужно делать расчеты, без термодинамики не обойтись. То есть это очень крупное направление физической химии, оно зародилось еще с работ Лештелье, Карно и так далее. То есть это именитые ученые. И мы очень рады, что комитет по термодинамике в России признал Казань как место, где данная конференция должна состояться. Потому что наши ученые, наши разработки в области термодинамики известны не только в России, но и за рубежом. Мы очень рады принимать наших коллег. Помимо пленарных лекций и стендовых сессий для участников конференции и сопровождающих лиц будет проведена культурная развлекательная программа. Закрытие конференции состоится 26 августа. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.